У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Эти слова стали девизом молодого военно-патриотического движения Юнармия. Цель создания Юнармии в том, чтобы воспитать из парней и девушек настоящих патриотов своей страны. В числе первых вступивших в Юнармию оказались ученики школы номер 37, которые заслужили это право успехами в учебе, работой в роте почетного караула, участием в различных смотрах и конкурсах. Создание Юнармейского движения обосновано именно в условиях нынешних реалий, нынешних политических реалий, когда мы видим, что это агрессивная политика со стороны зарубежных стран в отношении России. Это движение было создано для того, чтобы поднять патриотический дух у школьников. Возраст участников этого движения от 9 до 16 лет, и, конечно, ребята с большим возрастом... Я хочу сказать о том, что после того, как мы вернулись с этого слета, 2 октября у нас было возвращение, в понедельник уже ко мне подходили ребята, которые говорили, а когда, а когда, ну когда мы поедем на следующий слет. Присягу ребята приняли в середине сентября. После приятия присяги появилось больше ответственности. Мы носим форму, мы занимаемся спортом больше сейчас. А для вас вы тоже ведь присягу не надо? Да, это... Мне это помогает в спортивных достижениях, на уроках и просто для себя. И уже в начале октября ребят ждал первый областной слет юно-армейцев. Для ребят из обычной школы, никогда не державших в руках оружие и не проходивших по плацу строевым шагом, сборы подобного рода были в новинку. Но справились они на отлично. Ну, самое сложное, наверное, было это нормативы сдавать. Мы потягивались, отжимались. У нас был бег на 100 метров, на 2 километра. Ну, конечно, самое сложное было, наверное, потягивание для меня личное. Ну, ребята вроде все хорошо справились с этим. Ну, бег на 2 километра был довольно-таки легкий. У нас так спортивная команда. Ну, было не очень сложно. Кроме того, движение стало дополнительной мотивацией для ребят. Попасть в отряд уже хотят многие школьники. Но для этого необходимо быть отличником учебы и вести активную спортивную и общественную жизнь. Я хочу стать, как мой брат. Планируется, что юнормейцы будут активно участвовать в внесении службы на посту номер один на площади Победы, работать с ветеранами, ухаживать за захоронениями и памятниками. Помимо учебы, юнормейцы получат углубленные знания по географии и истории России, будут заниматься волонтерской деятельностью, смогут получить дополнительное образование по выбранному профилю. Их ждут занятия по начальной военной подготовке, экспедиции, спортивные состязания. Кроме того, подростки получат навыки в прикладных видах спорта, стрельбе, строевой подготовке, преодолении полосы препятствий. В конце учебного года планируется проведение Всероссийской военно-тактической игры.